Всем приветики. С вами канал Artmania. У нас такой первый снег. Напишите, что у вас вообще в городе сейчас происходит, есть ли снег или нет. Как красиво. Вот эти деревья, это, кстати, вишня. Корявая такая вишня. По весне она красиво цветет. Здесь поликлиника детская и взрослая. Мы сюда не ходим, потому что она разделяется на нескольких частей. Разбросана по всему городу. Димочку я отвела к своей маме на выходные. А сама погуляю, похожу, подушу воздухом. Даже не знаю, чем заняться. Сегодня у меня получается полдня и завтра целый день, наверное, или тоже полдня. Не знаю, чем я буду заниматься. Как-то так не спонтанно получилось все неожиданно. Не планировали. Тут хоп и забрала Диму. Обычно стараешься планировать все свои дела. Здесь вот, кстати, пожарная часть у нас. Находится старая 1914 град. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Красиво. Сходили мы с вами на фикс прайс. Купила я разные журналчики Диме. Интересные всякие книжки. Такой рюкзак получился прям тяжеленный. Тяжелый, притяжелый. Как будто картошку 5 кг несу или 10 кг. Первый снег всегда очень красивый. Дерево раскидистое. Ой, я дома наконец-то. Я дома. Смотрите, что я купила. Стоит 320 рублей. Это мясная. Мы с вами ее брали. Она уже остыла немножко. На улице холодно уже. Видите, у нас зима почти. Немножечко остыла. Сейчас я, короче, буду кушать. Ням-ням-ням-ням-ням. Представляете, меня еще добавок узнали в магазине. Я приходила летом, когда там в шортах, в маечке. С распущенными волосами. А это в шапке была. Все. Нет. Говорит, узнали. Говорит, по волосам я вас узнала. Я говорю, ну у меня же волосы спрятаны не розовые, не синие. Как можно было узнать? Говорит, ну вот так. Говорит, я вас узнала. Просила, как дела, как малыш. Там все туда-туда. Вот, короче, блин. Смотрите, какая она классная. Ням-ням-ням-ням. Жалко, что она остыла. Я бежала-бежала-бежала. Но на светофоре пришлось стоять целая, не знаю, вечность, наверное. Пожелайте мне приятного аппетита. И вам тоже приятного аппетита, если вы кушаете. Кстати, чуть-чуть у нее подгорела она. Видимо, с такой огромной любовью она делала. Рюкзак. Смотрите, какой вместительный. Просто вот вместилось все. Просто вот шикарно. Купила я в экспрессе частин. Тут у меня не обращайте внимания. Ребенок все оторвал. Ремонт еще не было. Вот, не знаю, наверное, 55 рублей это стоит. Но он прям вообще классный. Мне очень он нравится. Унитаз с ним чистить прям, не знаю, великолепно. Смысл переплачивать просто. У нас ремонт тут частями сделан. Тут вот сделан ремонт. И здесь тоже уже у нас сделан. Здесь еще у нас ремонта нету, кто знает. Дверь тоже новая. Еще переехали недавно. Не успели сделать. Так, надо мне брать. Так, сейчас мы с вами... Там книжки детские. Сейчас мы с вами их посмотрим. Так, пришла я. Мой синтезатор. Так, короче, купила я книжечки вот такие. И вот здесь она 149 рублей. Она, кстати, довольно такая плотная. Ну, вернее, толстая. И, ну, довольно интересная. Не настолько, конечно, красочные картинки, но красочные. Тут, кстати, очень интересно. Тут много очень рассказывается о науке. Я еще, честно говоря, думала брать, не брать ее. Но потом так, в принципе, посмотрела. Довольно интересно. Сейчас ребенок начинает все расспрашивать, все спрашивать. Думаю, может быть, что-то я еще и не знаю наверняка. И смогу показать еще вдобавок из этой книжки. Ну, здесь, короче, есть еще времена года, которой я хочу с ребенком заниматься. Ему все это рассказать. Потому что вот времена года. Получается так, что я ему какие-то книжки просто покупаю частями, а не одну большую, как это можно было бы сделать. Но сейчас уже покупать плюс еще какую-то большую книгу я уже не хочу. Так, здесь тоже 150. Это в фикс прайсе. Здесь игры. Да, какие-то игры. Так, это у нас ответы. Вот, разные игры. Интересная, кстати, книжечка такая. Понравилась мне. Так, здесь у нас... У бабушки в гостях. Здесь у нас раскраска с цветными карандашами. 55 рублей всего. И довольно, кстати, там листочки плотненькие. Он как раз сейчас начинает уже рисовать сам. И я хочу, чтобы он сам раскрашивал. Вот они интересные. Можно было, кстати, две штуки взять. Не знаю, что я взяла одну. Ладно. Народу, кстати, было в фикс прайсе очень много. Очень-очень-очень много. Очередь была прям огромная. Но я думала, пойду схожу. Думаю, фикс прайс. Думаю, наверное, ни один дурак не пойдет. Нет, оказывается, пошли. Вот, кстати, вот тут вот и. Там была другая изначально. А, изначально вот такую я нашла. Там какие-то клоуны какие-то. Это мне не особо понравилось. Я думаю, ну ладно. Возьму ее. А потом уже вот эту увидела. Вот с кукурузкой хорошо бы. Вот. Попугай. Тут вот для девочек. Тут для девочек. Машинки. Вот, кстати, с машинками классно. Там, то есть, есть где размахнуться. То есть, ну, все-таки он может промахнуться. А тут, в принципе, прям размахнешься. Вот. Хорошая книжечка. Конечно же, купила ему наклейки. Мы, когда с Димочкой лежали в больнице. Бабушка нам приносила наклейки. Купила она в перекрестке за 250 рублей. Вот такую же вот. Ну, почти точно такую же маленькую, тоненькую книжку. То есть, 250 рублей. А тут я увидела за 55 всего лишь. И тоже вот они, вот эти наклейки. И клей их там, где захочешь. Это круто. Он любит такие наклейки. Сам клеит. Особенно, знаете, когда вот не говоришь ребенку, там, вот, наклей сюда, наклей сюда. Правильно будет вот так. То есть, это неинтересно. А когда вот сам ребенок наклеит, а потом за ним смотришь и думаешь, блин, а ведь можно было и так вот сделать. Кстати, они многоразовые. Глянтовая бумага. Вот всякие роботы вот эти вот. Наклейки. Вот они, тракторы там всякие. Как раз вот мальчишеская тема. Вот. А тут вот какие еще бывают. 55 рублей, блин, это классно. Кстати, там я почти последний забрала. Там осталось пару штук. Здесь тоже 198 штук. Там, не знаю, не написано. Тоже наверх. 55 рублей. Всякие такие болтики всякие. Козявочки, вот. Так, здесь тоже у меня болтики всякие. Разные. А, разные. Слава Богу. Разные. Так. И здесь у меня сердечки. Изначально я нашла вот эту книжку, а потом уже те находила. Вот. Ну, блин, это интересно все равно. Всякие вон там. Классные. Сердечки. И потом я уже стала дальше искать. Нашла еще добавки и половинки. Вот. С половинками, я думаю, блин, это вообще, ну, это, мне кажется, может быть немножко постарше. Не для всех детей. Потому что, хотя, в принципе, может быть, так вот. Короче, так вот. Классные книжки. Надо еще будет его взять. Потому что ему хватает это на один день. Если ему вот так вот дать, то ребенок замолчит на какое-то время. У нас наступит тишина, и можно что-то там сделать. Вот. Ну, и вот еще одна книжка. Кстати, вот таких вот. А, книг. Вот. Был лабиринт. Ну, там лабиринты не такие, как мы с вами привыкли. Там суперски сложные. Там чисто детские. Все они вот такие, все простые, легкие. Честно, можно самим такую нарисовать. И покупать целую книгу. Такую вот толстую. То есть, книжку лабиринтов. Как-то не знаю. Я не стала. Вот. Математика. Математические игры. Там получается то, что в основном надо считать. Там вся книга просто состоит из того, что нужно считать. Морковки, двери там, машинки, там еще что-то. Ну, полностью вся книга. Только посвящена вот, чтобы посчитать. Я тоже не стала брать. Я думаю, блин, я могу и нарисовать это все морковки. Думаю, целая книга посвящена именно этому. Как стрёмно. Так, вот рисовалка. Какую-то я там взяла изначально. А, игры. Вот у меня игры и наука. Рисовалка. А вот у меня вот игры. Рисовалка. По-моему, я... А, да. Я рисовалку взяла. Еще находилка. Находилку я не взяла, что ли, получается? А, нет. Да. Я не взяла ее. Не взяла. Рисовалка. Так, подождите. Игры. Наука. А, ну нет. Видимо, не было. Я взяла рисовалку. Рисовалка, кстати, тоже очень классная. Ну, целая книга. Гораздо интереснее, когда целая книга посвящена рисованию. Или каким-то играм. Чем вот целая книга лабиринтов. Если бы были они там разные, там и сложные, и легкие, тогда да, я понимаю. Ну, действительно, можно купить. То есть... Блин, вот так вот сейчас. Ах ты, блин, застрял. То есть, вот смотрите, динозавры. Блин, вообще классно. Смотрите. Можно их раскрасить. Да тут даже самому интересно. Тут дорисовать облачки. Задания есть вон. Вообще классные, смотрите. Класс. Одной рукой они очень удобные. Ну, типа вот таких вот лабиринтов там. Типа такого вот что-то. Вся-вся книга. А тут рисованию гораздо интереснее. Не знаю, напишите в комментариях, как было бы вам. Интересно или нет. Вот. Вот такой вот книга. Кстати, эти книги такие тяжеленные оказались. Вот они, в принципе, три штуки. Я их изобрала. Я надеялась, честно говоря, что еще по-русскому что-нибудь будет со слогами такое подобное. Потому что Дима уже начинает читать. И мне бы хотелось, чтобы что-то было такое вот интересное. Но со слогами вообще найти что-то очень сложное. Ну, такие по 150 рублей. 149. Классно. Я счастлива, что я сходила в магазин. Так здорово. Так хорошо сходила. И походила. Купила немножечко себе. Снимаю вам в другом ракурсе. Что такое? Стена ободранная. У нас вся квартира ободранная. Вся просто. Вот она. Здесь тоже вся картина. Дима все постоянно обдирает, обдирает, обдирает. Ему надо драть. И вот он вроде бы, знаете, буквально вот он уже все забыл, что надо драть. Звонит свекровь. И говорит, мы скоро приедем, будем клеить обои. И вот тут вот у нас снова понеслось просто. Он просто уже опять заново все начал рвать. Здесь в комнате рвать. А у меня там в комнате мы шкафы отдали один. Там место осталось. Появилось место. Он там начал опять заново рвать. Везде рвать. Вот взяли ему просто, напомнили. И он начал. Вот, короче, у меня такой сегодня день прошел. Уже вечереет. Не знаю, пойду ли я еще на улицу. Я хочу еще сходить на улицу. Пока есть время вот так вот выйти и прогуляться. Потому что сидеть целый день, сидеть с ребенком дома. Блин, это тяжело. Это реально тяжело. Иногда так хочется куда-нибудь выйти. Куда-нибудь пойти. И понимаешь то, что ты не можешь выйти. Особенно куда-то там далеко пойти. В какой-то магазин. Особенно сейчас вот пандемия. Все ходят в масках. То есть с ребенком идти в магазин вообще не хочется. В принципе, я этим летом вообще не заходила с ребенком в магазин. Потому что я переживаю за своего ребенка, что он может заболеть. Хотя в экспрессе мы были. И там были дети. Они вообще без масок. Вообще без масок бегают. Некоторые даже взрослые без масок. Хотя народу было... Ну ладно, я понимаю, что народу почти нету. А там народу много. Но сейчас вот я хочу еще поиграть на пианино. Я сочинила свою мелодию. Но у меня никак нету времени поиграть. Как только начинаю играть, сразу подходит ребенок и тоже начинает играть. И как-то я вот эту вот... свою мелодию начинаю терять. Вот. Подождешь. Ну ладно, поиграй. Поиграл. Ушел. Начинаешь опять играть. Опять начинает. Опять подходит. Опять начинает играть. Вот мешает. Мешает. Я хочу ее сегодня попытаться сыграть. Сейчас я услышала, что у меня соседка через стенку ушла. Не буду ее мучить. Уже все-таки женщина пожилая. Вот. Хочу сейчас поиграть. И хочу записать. Если у меня еще останется время и будет еще светло. Может быть я выйду на улицу. Может быть и нет. С другой стороны, летом вот хорошо. Вот в чем ты находишься дома, в том ты и вышел на улицу. В том и пошел гулять. А зимой плохо. Одеваешься. 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 Одевай. Как пить. Одни штаны. Вторые штаны. Третьи штаны. Там. Оделся. Вышел. Наконец-то. Там как-то прям это все очень долго. Я помню. Мы жили когда на другой квартире. Там. Там так конец дома был. И начинались киоски. Там киоск. Продается хлеб. Там. Ну все. Короче. Шоколадки. Лимонад. Там. Пиво. Все такое. Вот. И. Помню там. Крайний подъезд. Девушка выходит летом. Выходит прямо в халате. В котором ходит дома. Прям розовый такой. Помятый такой халат. Такой знаете. Заносившийся такой халат. Уже там. С дырочками. И в тапочках. В тапочках. Пошла за хлебом. И прямо идет. Вышла. Идет. Молодая девушка. Идет. Прямо это. Пошла. Купила хлеб. Вернулась обратно домой. Прямо в халате. В чем была дома. В том и пошла. Главное в тапочках же еще. Я думаю. Блин. Она в этих тапочках. Интересно. По дому еще ходит. Некоторые же люди. В чем это. Походила там. В обуви на улице. В этой же обуви. Спокойно могут заходить домой. То есть. Ходить по. Квартире. Или допустим. В тапочках. Которых ходишь. Дом. И да. Спокойно могут спуститься на улицу. Открыть дверь. Допустим. Если домофон сломан. И вернуться обратно. То есть. Даже не протер. Я например. Так не могу. Меня мама так не приучила. Видимо. Кто. Кого. Как приучится. Вот. Кстати. У меня еще был ведь обзор. На это пианино. И многие мне написали. По поводу этого пианино. Здесь я такую штучку вставляю. Что оно. Фигневое. Что оно фигневое. Так. Для себя. Конечно. Я сделала по другому. Сделала вот тут. Вот. Циферки. 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 А которые вот черные. Где она? Вот черные. Есть тоже циферки. Только белым я. Еле заметные. Но черные клавиши я почти что не пользуюсь ими. Очень редко. Сейчас у меня еще ногти добавок выросли. Не очень удобно. Так. Ну. Сейчас мы с вами включим орган. По-моему у меня 18 орган. И что-нибудь с вами сыграем. Короче вот как-то вот такой звук. Мне очень нравится зажимать здесь не когда одну клавишу, а когда две или сразу четыре. Какой-то звук получается у них нереальный. То есть вот получается как будто устрашающая какая-то мелодия. Как будто там ночью кто-то там идет куда-то там. Ну. Короче вот как-то вот так вот. я хочу услышать он. Очень редко. Така у меня у него было время. Мне же Leute, peer-to-iendo поел. БУ-л bazw.